Цветок черная роза. Черные розы могут показаться идеальными для съемок фильмов, в которых присутствует черная магия, колдуны или что-нибудь подобное. Но невозможно не признать, что такие цветы имеют особую притягательность и таинственную красоту. Некоторые психологи считают, что черный цвет является оттенком тайны, а художники и модельеры называют его нейтральным и элегантным. Практически все флористы твердят о том, что черничные розы всегда будут к месту и их можно дарить людям. У многих людей черный цвет ассоциируется с печалью и трауром, поэтому к нему относятся с определенным недоверием. А некоторые твердят о том, что черные розы имеют значение стройности, изящества и элегантности. Но бывают ли в природе такие уникальные растения, как black roses? Существование черных роз в природе. Сначала кажется, что такие цветы полностью черные, но если рассмотреть их поближе, то можно увидеть темно-малиновый оттенок. Эти розы цветут только в летнее время года, а их природным ориолом обитания является крошечная турецкая деревня под названием Halfeti. Роза на самом деле отличается темно-бордовым оттенком, но определенное освещение может поспособствовать тому, что они будут выглядеть черными. Специалистами был отмечен тот факт, что в природе существуют розы практически любого цвета, исключением являются лишь голубые и черные цветочные культуры. Это можно объяснить тем, что у растений отсутствуют пигментные гены, отвечающие за такие оттенки. Черная роза еще в начале 70-х годов XX века учеными были начаты эксперименты по выведению голубых и черных растений. Но результаты работ по-прежнему безуспешны. Хотя на прилавках цветочных магазинов можно увидеть множество сортов, в названии которых есть слово «черный». Среди таких разновидностей можно выделить сорта «Чарльз Остин», «Черный принц», «Редкая разновидность», «Черная магия», «Черный нефрит», «Черная красавица». Обратите внимание, в деревушке Halfeti особенный грунт и только благодаря уровню РН грунтовых вод достигается уникальный оттенок цветов. С наступлением весны у розы распускаются темно-красные бутоны, а к началу лета они становятся практически черными. Темные розы – это исчезающая разновидность, потому что жители деревни, занимающиеся их выращиванием, постепенно переезжают в другие места, покидая Halfeti навсегда. Основные характеристики черных роз. У всех сортов темных роз отмечаются высокие показатели морозостойкости и устойчивости к различным заболеваниям. Культура отличается сильным неповторимым запахом, в котором присутствуют винные нотки. Цветение – непрерывное и обильное. Если рассматривать основные характеристики темных роз, то к ним можно отнести следующее. Высота кустов составляет полтора метра, а ширина – не менее 90 сантиметров. Густота шипов на побегах средняя у непримечательных листьев темно-зеленый цвет, а также небольшой красноватый оттенок. На одном побеге образуется от одного до трех бутонов. Диаметр цветов составляет 10-15 сантиметров. У них плотно заполненная сердцевина, а в каждом цветочке содержится до 45 лепестков. Бутоны, которые еще не полностью раскрылись, имеют темный или почти черный цвет. С постепенным раскрытием лепестков можно заметить, что по краям они становятся темнее и, отгибаясь, образуют подобие треугольника. Черные розы на затененной грядке цветы выглядят практически черными, а под воздействием прямых солнечных лучей можно увидеть наличие темно-бордового оттенка. Благодаря бархатному мерцанию лепестков создается черный цвет, который наделяет розу мистическим видом и уникальной притягательностью. О ее терпке и неповторимый запах отдаленно напоминает вино. Агротехника выращивания темной розы – советы и рекомендации. Для того, чтобы получить долгое, обильное и красивое цветение розы, необходимо со всей ответственностью отнестись к выбору места посадки саженца. Если участок будет затененным, то рост растения будет притормаживаться и саженца быстро зачахнут. Но и воздействие прямых солнечных лучей может нанести вред нежным лепесткам. Соцветия могут получить ожоги, а их неповторимый и уникальный цвет станет выгоревшим. Опытные цветоводы рекомендуют высаживать саженцы на слегка затененных грядках, особенно в ослеобеденное время суток. Из-за частых сквозняков и сильных холодных ветров растение также будет страдать и перестанет расти, но застой воздуха крайне нежелательный. Оптимальным вариантом является наличие возле грядки забора или стены здания, которое будет служить защитой розовых кустов от порывов ветра. Что касается почвы, то она должна хорошо пропускать воздух и воду. В глинистый песчаный грунт, отличающийся высоким залеганием грунтовых вод, категорически не рекомендуется высаживать розу, так как ее корням может быть нанесен существенный вред. Следует использовать слабокислую почву, которая будет способствовать образованию более темных лепестков. Важно! Если почва является недостаточно плодородной, перед процедурой посадки ее необходимо удобрить. Перед тем, как высаживать саженцы на выбранной грядке, землю следует перекопать и добавить в нее навоз. Расчет 2 ведра на 1 квартал. Метр. Для того, чтобы вырастить прекрасные и такие редкие цветы, нужно предварительно ознакомиться с правилами ухода за растением. Из-за переизбытка или недостатка влажности общий состояние розовых кустов будет ухудшаться. Если в летнее время года погода очень засушливая, поливать культуру нужно каждый день, используя по 2-3 ведра воды на куст. Осенью и весной полив нужно сокращать, а зимой вовсе прекратить. После каждой процедуры полива почву необходимо рыхлить, а также мульчировать прикорневой круг, используя для этих целей опавшую листву, сено или солому. Это нужно для того, чтобы защитить растение от вредителей сорной травы и задержать влагу. Бурьян желательно удалять тщательно, чтобы он не отбирал питательные компоненты и влагу у розы. Черная роза в колбе. Для того, чтобы увековечить красоту такого редкого растения, можно прибегнуть к нескольким способам стабилизации. Черная роза в горшке послужит не только украшением интерьера, но и станет отличным подарком к любому торжеству. Получение искусственной розы в колбе возможно с помощью воска, который заранее нужно растопить на водяной бане. Пинцетам необходимо поднять очищенные сухие цветы, после чего окунуть в емкость с растопленной жидкостью. Затем с помощью холодной бани растения остужают. Восковая роза отличается хорошей плотностью, благодаря которой ее можно держать не только в стеклянной колбе, но и в красивой вазе. Обратите внимание, цветочные композиции, сделанные при помощи воска, необходимо ограждать от воздействия прямого солнечного света и высокой температуры. Также розу в колбе можно сделать, используя глицерин. Данный метод является самым надежным. Глицерин способствует сохранению натурального вида растения, а также эластичности листвы и гибкости. Для приготовления раствора понадобится кипаченая питьевая вода и глицерин. Ингредиенты нужно смешать в пропорции 1-1. Свежесрезанные цветы следует тщательно подсушить на протяжении 2-3 часов и поместить в приготовленный глицериновый раствор, который заранее остужают. На протяжении первых 7 дней стебель розы необходимо подрезать не более чем на 0,5 см. Что касается периода выдерживания растения в веществе, то он должен составлять 2 недели. Черная роза – цветок, который любит заупоительный аромат и изысканный уникальный цвет. Ее выращиванием занимаются многие люди, как с опытом, так и без него. Если окружить растение правильным уходом, оно будет радовать обильным и продолжительным цветением.